Накануне в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики отметили, что рекомендации, содержащиеся в опубликованном недавно докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине, созвучны с положениями предложенного республикой проекта дорожной карты выполнения минских договоренностей. Рекомендации ООН в части обеспечения свободы перемещения, реализации социальных и экономических прав граждан коллерируют с первым пунктом нашей дорожной карты по выполнению минских соглашений, об отмене режима АТО, транспортной и экономической блокады, а также об отмене всех нормативных правовых актов, в которых заявлено отступление от обязательств Украины по основным международным актам о правах человека и гражданина. В связи с этим мы приветствуем внезапную поддержку со стороны столь значимой международной организации, заявили во внешнеполитическом ведомстве Донецкой Народной Республики. Напоминаем, что доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека о положении в области прав и свобод на Украине был опубликован 3 июня и представлен помощником генсека ООН Иваном Шимановичем, который ранее побывал на территории Украины и Донбасса. Доклад, в частности, содержит информацию о пытках, применяемых украинской службой безопасности, к необоснованно задержанным лицам.